Слепая кишка с червеобразным отростком, номер 1 Или цикальный угол с конечным отделом подвздошной кишки, номер 2 Восходящая ободочная кишка, номер 3 Поперечная ободочная кишка, номер 4 Нисходящая ободочная кишка, номер 5 Сигмовидная ободочная кишка, номер 6 Прямая кишка, номер 7 Из верхней ближайочной артерии, номер 8, отходят Артерия или околика, номер 9 К конечному отделу подвздошной слепой кишки и аппендиксу Артерия колика декстра, номер 10 К восходящей ободочной кишке Артерия колика медиа, номер 11 К поперечной ободочной кишке Кровоснабжает чаще всего правая ее 2 трети При правосторонней гемиколонектомии Удаляется правая ее половина Включая конечный отдел подвздошной кишки Слепую кишку с аппендиксом Восходящую ободочную кишку И с учетом кровоснабжения 2 трети поперечной ободочной кишки Показанием к ее выполнению являются патологические процессы в области илеоцикального угла, восходящей ободочной или печеночном изгибе толстой кишки Первый этап оперативного приема данной операции – мобилизация данного отдела На этом этапе перевязывается и пересекаются все сосуды, кровоснабжающие данный участок и пересекается брюшина задней брюшной стенки по периметру кишки На втором этапе пересекается подвздошная кишка и поперечно-ободочная кишка в указанных местах Все перечисленные отделы удаляются одним блоком Вне брюшинные отделы при этом отделяются от забрюшинной клетчатки На завершающем этапе накладывается анастомоз между конечным отделом подвздошной кишки и левой 1,3 поперечно-ободочной кишки Илио-трансверза анастомоз по типу бок в бок или конец в бок чаще всего Так как диаметры соединяющихся отделов различны При анастомозировании бок в бок ультитощей кишки и поперечно-ободочной кишки Ушиваются наглухо с соблюдением всех требований На толстой кишке трехрядный шов и затем накладывается собственно илио-трансверза анастомоз Продолжение следует...